МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда я начинал тренировать, отец меня ставил на бойкашку линию и сказал мне, что я говорю о себе, что я делаю в жизни, что все люди, которые это слушают и слушают, и они, которые я говорил о своих motivационных лицах, должны быть в связи. Это единственный способ, если вы хотите сделать результат, то есть использовать свой потенциал, который вы имеете в себе. Он ставил меня на линию и сказал мне, что это не обычная линия от бойкашки. Это граница между двумя странами. Света обычных людей, которые могут, а не могут. Люди кои се устают, пьют, кафу и опущены глядают света. И света, самураи и витезов, которые, если они удают храбрость и смелость, они удают счастье, и они удают счастье, что они удают на бойкошку. И каждый шаг, который делает, это 100%. И в каждом тренинке должны быть готовы, чтобы удают свои игроки на территории. И каждый шаг, чтобы быть уверены, что это нужно, что они должны чувствовать и работать когда они находятся на территории. Света обычная линия от Олимпиады в Атланты в 96-е, сколько мы значимы, и сколько есть обязанность. И каждый раз удачете на территорию, чтобы их обрадовать и обратить в осмехи на лице. Я видел бабы от 80 лет, которые с сузами у нас ожидали, когда мы обратили за то. И тогда знаете, что вы не знаете сами, что вы не играете только за себя. Но вы знаете, сколько люди вас любят, сколько люди любят, и сколько им значимы все, что вы работали за то. А тогда вы осознитесь, что эти медали, может, окачатся вокруг врата, вы. Но эти медали, что вы устроили в своем народе и обрадовали себя на него. И из-за того, что каждый медали, что вы устроили, действительно, слава. Я не знаю, что ли вы желаете, это было в 1991 году, и мы готовы за Европское первое. Я, как и все, как и все клиники, без нагревания, конечно, в 2021 году. И он, как и все, как и все, как и все, как и все. Но, в 2021 году, прийти на другий спорт и учить нечто другое, это очень тяжело. С другой стороны, как ты сказал, мой отец не сказал, что ты можешь пробовать все, но играть будет обоих. Но это не было авторитативно или не было, потому что ты должен. Он просто знал, что я родился за это. Это, я бы назвал, не только результат одной generации, но я считаю, что это команда, которая успела сделать то, что очень мало людей может. Обычно люди, из-за эмоциональной неизвестности и не готовы, не готовы другим сказать о том, что они действительно думают. Мы, после двух пораза сели, начали другую мощь и говорили о том, что мы требовали, чтобы улучшить вещи между нас и двигаться на 120%. И от тогда мы не потеряли больше ни одного тела. И отец учил меня, чтобы не потерять лопта, чтобы каждый лопт можно спасать. Мне не было проблем, чтобы улететь в рекламу и ударить в землю. Если я знал, что я буду спасать лопту и усвоить поэк. И я, в то время, не подумал, что ли я буду улучшить лопту, но чтобы спасать лопту. Я немного не сгазил на итальян фото-репортера в этом моменте. Но мне было только в голове, чтобы спасать лопту. И когда это превращено в поэк, я знал, что это фантастичный психологический шамар русской репрезентации. И что мы будем снять поэк. И сразу после того, как джула излокировали их игроки, мы снова превращали еще один поэк, что практически три поэк уделоп. И это фантастичный психологический шамар и социал интеллигенцией. Все что происходит, происходит очень быстро. И решения, которые вы доносите, вы должны доносить очень быстро. Поэн как поэн не является определённым улазком лопта в голову или гол, как у большинства спортивных. Поэн можно сделать на различных условиях. И с мячом, и с сервисом, и блоком, и т.д. и т.д. А сам спектр и много широкий. Но, обзиром да не можете лопту да ухватите, да је задржите, да је сачувате, да не можете сами да узмете лопту да је поведете и да дате гол или кош. Зависите от других людей. Обзиром да лопту не хватате, морате да је отбивате, да је отбивате. Страховито зависите от людей с которыми играте. Хотели, не хотели, морате да их волите. И в ситуации, сте обязанно бракать. Тако да, они кои се бавят одбојком су социально интеллигентны бића и обићно се врло лако уклапају в средину у коој се налази. Ја за лица смо тотално различити, а то нам е класичен пример, да не можете да будете исти, да би постегли успех. Небо само правилном едукације, правилном постанове. Јако ствари ми смо живјели у режим. Иако, то стоје три години разлики, иако смо карактерно различити, иако у многим стварима нема од одјернићата. Срађајемо савршено. Код нас никад није било стариј младји брат. Али имамо то поштовање, то уважавање и ту љубав која је заиста нешто посебна. Ја са Николом не морам да тренирам, да би се на терену разумело. Прозвали су ме због мог вероватно специфићного дођевљавања игра за репрезентацију и рада на тренингу. Я сам се трудиј утеретани увек да надмашим себе и да оборим свој рекорд. И однда је и отца Светковић и Драган Михаровић, то су нам тада били помоћники и стартистићар, леки види овег човека, ова је како звер. И однда је тако остао зверко, 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 и остао је зверко. За нас играти за Националнигрес, бранити, боје своје земље и представљати своје народје светописно. А то је ли имате или немате? Ја, како јас има рекао, од оне линије чујене које је поставио отац кад сме имали 9 година, поготоо кад изнаћете на терене и борите се за нешто што је најсветије, онда то изгледа на терену онако како изгледао. Мислим да је то фантастичан начин да се држава одужи онима који су је представљали на светској сцене дуга чак низ година, у домену онога што су могућности држава. И да мислим, вероватно, да је држава у много болјо ситуацији, не би требало да буде проблема да се то признање ода свим онима који заиста држава је представљу на прави наће. Музиката Пошто сам била поприлично активна играла с дјћакима и футбол, нормално то, код спортискиња није ништо ново, мало не јел, по онако како растемо, све вам некако иде од руке, све што је са лоптом, све вам иде од руке. У основној школи, наставник физићког, моје драги Момас Пајић, је проценио да је то могу да играм, да могу да играм рукумет, и одвејам у ПКБ, који је тад постојао, женски рукуметни клуб, ту сам почела, играли тренингу, све првенствену утахмецу неку против радничког, видели ме из радничког, позвали, сад сам имала 14,5 година. Музиката Музиката Мене било страшно која сам дошла на први тренинг и гледала све животно нигова, Cleска, И это было страшно, как Бог, где я ищу с неба. Я был клинка, все мне было новое, новые отношения, все это нужно научить. И тогда, через годы, тренирование с Винком, пару годов, я должен его благодарить. И я думаю, что не будет найти игроков, который не будет благодарить ему. Такого, гениална нумс не рађа часто, притом никогда не играл рукомет. А направил је целу генерацију испред нас, направил је Цецу Фидић, как најболју грађат из света, например, Драгану Пешић, как најболју грађат из света, и Камару, репрезентативки за Петко, кој он был у Ранићка, я, мисли, 10 година. Как најболју грађат из света? 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 Я имам три купа купова с радничким, имам и куп шампиона с радничким, имам шест првенства и седам купа Йогославије. Как најболју грађат из света? Как најболју грађат из света? То у Сеолу је стварно онако прића за себе, и мислим, уз то сребро које је освојено, потпуно заслужено, и смо стварно били добра репрезентација на челу са Драганом Пешић, као некако предводником те генерације, мислим да смо могле више од тог сребра. Знам само да су све грађите потпуно сазреле као личности, као спортисти, одигриле пуно јаких мећева, важних мећева, мећева одлуке. Ни било слабог места у репрезентацији, заиста ни било слабог места. И ја се дивим Микију како је успео да извуће од толику добрих играчица, да извуће нас већ не знам колко ту, 14 колко нас ишло, и да направи таку селекцију. Али ми смо некако имали тај циљ, а притом си зрео, и кад то тако посматрш, знаш да си добар, и само треба показати ту менталну снагу на терену. Ипок је многу тоа у глави. Та је прва утакмика после која сам плакала. Я иначе нисам тај тип добри изгубила, ја смо, тешко буде и ајмо далје. Треба неко време у глави да си сфилтрирао све то, али мислим да смо јих имале на терену. Сад се опет враћам на низу околности која су утицао је да тај резултат буде такава необрнат. Зато сам плакала. А злато, добро. Злато је злато, јел? Али више ми је то било зато што је могло да се узме. А добро, заре мало и сребро на свету. Тво нацијално признање које је добијено, у свогом случају, значи једну, онако, потврду свих оних година, који су уложени у трениранње и донаћање тих, и освајање титула, и донаћање резултата овој земљи у спорту, који у женскому рукомету говорим, који тренотно заиста не може да се похвали неким резултатима. И одне се осећате негде вредновано. Е, као, неко нас је посматрао, некому је стало до тога да награди све те спортисте, а заиста рукометарши и рукометаршица, има највише на том списку. Та ми не би одваяо ниједно, всеве су, да кажем, исти биле. Я думаю, что мой самый лучший побед, когда я смотрю в карьере, это с американцами в полуфинале, потому что когда вы потеряете два раза от Мађара, вы потеряете от равноправного себя, может и более, реально более. А здесь действительно работало по одному победу, который очень тяжело приобретать, а это когда победит кто-то много слабее от вас, что единственное, что экипное, что, я думаю, на традиционное, что, я думаю, что не прочитал, я думаю, тут нет той репрезентации, всяка има част, в этой репрезентации, например, может быть, два-три игроки, которые играли, в общем-то, в неких ярких клубов. А для того, чтобы не прочитать еще больше ничего. Может, из-за того, что они специфичны, и что мы все вместе и едем вместе, и привоз, и так далее, это действительно тяжело, потому что нет никакого мира, которые вы имеете на евро-ско-светском первенстве, или с клубом, или, например, на Финал Фор, или, опять-таки, у нас есть, или, опять-таки, удржава се через хотел, а если вы сами в хотел, то есть другая история. А здесь вы живете в одной группе, и так далее. Специфично, но красиво. Специфично, что человек должен, естественно, проводить их счёт, чтобы тренировать на правильный начин, чтобы живеть на правильный начин. Это самое важное, потому что тренинг является одной вещь, которая долго продолжает, а другой часть дня нужно опять посвятить, я думаю, посвятить, проводить счет, проводить спортивный жизнь. Это не должно быть преследователь, спать, отмор и так далее, но и проводить счет и сохранить, и есть действительно много вещей. СПОРСКА СРЕЦЕ КАДА РАДИШЬ СВЕ СТО, СВЕ СТО ТРЕБАШ ДА УРАДИШ, ДА УРАДИШЬ ИОНДА КАДИШ, ЭТО, ВРАТИЛОМ СИ, НЕКТЕ, АНЕДА НА РАДИШЬ НИШТА, ПО КАДАСИ, ДА НЕ РАДИШЬ НА, ОЧЕКУЕШЬ ДА, ДА ТИ СЕ НЕШТО ВРАТИ, ЯКТЕШКО. И КАД СВЕ УРАДИШЬ, ПА НЕКАД, НЕКАД СЕ НЕВРАТА. Много тяжелее, индивидуальные спортсмены очень тяжелее. Они на одной стороне, но есть и эта другая. Например, большие индивидуальцы, не считаю это на меня, в общем, большие индивидуальцы в спортсмене, которые тяжелее совершенство. Все околи, которые не делают все, что нужно, могут только привыкать его назад. Немного индивидуальца, который играет, нет никого, чтобы возвращать его. Таким образом, спортсменный спорт специфичен, и это для больших разговоров. Я смотрю, что спортсмены невероятно хороши, потому что у них столько спортсменов, которые, естественно, не получены, из разных различных причин. У них нет глядности, не аттрактивные и так далее. А опять, это часть одной спортсменной истории, которая очень позитивна для каждого народа, для каждого страны. И только от развития здоровых людей, физически сильнее и здоровее, и плюс за землю. Таким образом, только с этим народным признанием, мы привыкли, например, чтобы люди, которые у этих маленьких спортсменов, опять получат что-то после завершения своих карьеров, которые очень тяжелые. Люди, это Малтина, это специфичные люди. Мы сейчас говорили о индивидуальных спортсменах, где люди борются сами с собой с собой, и от этого не зарядят динер. Я думаю, что на этот момент, в этот момент, государство им дает, из-за некоторых заслуг, чтобы им вернуть все, в целом, уложенный работе с собой. Редактор субтитров А.Семкин